Всем привет! Сейчас совсем коротенькое видео о том, как быстро прогрунтовать стены или потолок или пол. Все зависит от того, какую поверхность вам необходимо подготовить. Итак, самый распространенный способ, наверное, кисточкой либо валиком. Но, честно признаться, я даже об этом и не думал, когда встал вопрос как мне грунтовать. Я исходил из того, что нужно сделать это предельно быстро и максимально эффективно. И я других способов вообще не рассматривал, хотя я как бы никогда не сталкивался, я не строитель. Я сразу же подумал только об одном, что наносить грунтовку с помощью распылителя. Вот у меня два распылителя. Жук это говно редкостное. Я его купил в том году. Сок это я там немного обработал древесину и все. То есть, помыл, поставил. В этом году я его заливаю и начинает идти жидкость через поршень насоса. Я накачиваю, накачиваю. я заменил резинки, купил новую резинку, думаю, может резинки. Но ничего подобного. Видите, через насос выходит все. А стравить, чтобы не вылилось. Вот, так что жук это одноразовое говно. Вот, я потом стал искать по магазинам еще. Ну, кроме жуков ничего не было подходящего. И случайно вот увидел такой опрыскиватель Гардена. Конечно, Гардена стоит в три раза дороже. Но, прежде чем купить, я его полностью разобрал, посмотрел, как он устроен, какой у него поршень, какой насос. И, соответственно, здесь все пластмассовое. Здесь все пластмассовое. А у жука поршень, видите, металлический и поршень, там насос сделан совсем по-другому. Там внизу стоит мембрана, который не дает жидкости проникнуть ну, выйти через ведь он полностью просто накачанный. Я уже подготовил его к работе. И вот наливаем ту игрунтовку. Видите, все как быстро. самое интересное, вы можете регулировать количество грунта. То есть, где-то можно побольше добавить, где-то поменьше. А с валиком или с кисточком это уже как бы проблематично. к тому же наносить грунт кисточкой и уходит очень много времени. А здесь все быстро. Я уже стены все подготовил. Маяки поставили. Тут перепады у меня, конечно, большие. Вот эту стену, вот этот промежуток. Мне буквально, наверное, минут 5 ушло. Даже меньше, чтобы полностью его пролить. На проводке видны еще капли. Я вот только-только его пролил, обработал. Вот сейчас я сюда буду еще накидывать слой штукатурки. Видите, какие стены кривые. Вверху 9 сантиметров. Внизу ноль. Вообще ноль по бревну. Бревно вот это нижнее сильно выпирает. Но на нем все стоит. Его срезать нежелательно. Соответственно придется набрасывать в два слоя хоппером. Про хоппер еще отдельно потом расскажу дополнительно. А то слишком много вопросов. Вот. Все сделано, подготовлено. Осталось сейчас прогрунтовать и нанести первый слой штукатурки. А потом через день-два когда схватится уже можно финишную под уровень под правила вытягивать и все будет нормально. Еще дополнительно вот видите проводов сколько много. Я дополнительно все сфотографировал и нанес указал размеры где какие чтобы потом не пробить проводку. если будут совешать если буду когда вешать кухню ящики чтобы проводку не пробить я все сфотографировал распечатал и нанес размеры это такое маленькое отступление кому-то пригодится я думаю. Вот и все в принципе так что выбирайте более не жалейте денег более качественный распылитель и можно все распылять я для всех любых жидкостей использую а вот этот хрень одноразовая самое интересное прихожу на рынок где продают этих жуков говорю так и так а это у них болезнь понимаете у всех одна и та же отговорка чтобы не спросил на абсолютно на любой товар машина или жук если где-то какие-то проблемы у них одна отговорка это болезнь вот так что не нужно покупать больное оборудование и больных жуков купите нормальный и не будете более знать вот и все до новых встреч